Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая, как я вижу из ваших комментариев, из писем очень близка многим. И это, как я считаю, достаточно такая большая проблема. И тема сегодняшнего видео это наши комплексы. Как по мне, ну это мое, конечно, сугубо личное мнение, комплексы это наши страхи. Это то, чего мы боимся, и то, что нас загоняет в какие-то определенные рамки, из которых иногда бывает очень трудно выбраться. Я не буду говорить, что я такая классная и крутая, я всегда была без комплексов. Нет, как бы освобождаться от своих комплексов я стала почему-то после переезда во Францию. Может быть, менталитет французов сыграл какую-то роль. Может быть, потому что я стала старше и по-другому стала смотреть на некоторые вещи. Я не знаю, но могу сказать определенно, что вот к своим 39 годам я практически не имею комплексов. И для меня было, ну как бы, таким большим удивлением самой себе, когда я стала задумываться, что вот в этом году мне 40 лет, и ой-ой-ой-ой, это же пятый десяток. И мне как-то стало немного даже страшно. У меня даже было видео на эту тему. Но скажу откровенно, я достаточно быстро смогла себя взять в руки. Я поняла, что это начало развития комплекса возраста, что как бы я никогда над этим раньше, ну мягче, так скажем, задумывалась над этим. И когда возраст стал приближаться к этому рубежу, то мне как-то стало страшно. Ой-ой-ой-ой-ой, я старею. Нет, я не старею, а просто перехожу на другой этап своей жизни. Может быть, даже более интересный, может быть, даже более яркий, чем были до этого. И что касательно комплексов попроще, ну, хочу привести такой пример. Например, когда я езжу к маме, то у мамы, естественно, нет дома тренажёров. И я всегда записываюсь в какой-то фитнес-клуб. И тот период, когда я нахожусь там, я раза два-три в неделю, ну, в общем, посещаю спортзал. И вы знаете, что я заметила? Вот раньше, ну что говорить, я раньше тоже так считала, и тоже считала, что это правильно, и только так должно быть. Есть девушки, которые приходят туда, в основном, ну, мы же общаемся, что в основном это девушки, женщины после родов, которые хотят прийти в хорошую форму, и как они одеваются. Девчонки, которые, ну, уже давно занимаются, они, конечно, приходят, топик, шортики, все такие подкачанные, классные. В общем, фигурка, то, что любишь, как говорится. И девчонки, которые только родили, как бы стесняются своих, ну, немного неидеальных форм, притом немного, я подчёркиваю на этом, что это не ужасно. Они одевают какие-то мешковатые спортивные костюмы, какие-то безразмерные футболки, чтобы как бы скрыть то, что они боятся показать. Им неудобно, им некомфортно в этой одежде, но в голове сидит то, что если кто-то, там, моя подруга или, там, рядом занимающаяся девушка, которая имеет более идеальную фигуру, увидит то, что у меня неидеально, и она что-то мне скажет, она что-то по мне подумает. Я считаю, это настолько глупый, настолько бессмысленный, беспочвенный комплекс, потому что, когда вот здесь вот я, что после родов, я тоже с коляской ходила смелее, что вот сейчас я хожу очень много, и вместе со мной ходят и женщины, и девушки разного возраста, тоже с колясочками, и тоже после родов, которые хотят вернуть свою форму. И вы знаете, намного больше килограммов, намного больше некрасивого, но француженки к этому относятся не так. У них нету комплекса по поводу этого. Они одевают короткие шорты, и плевать, что там виден целлюлит, плевать, что бедра достаточно объемные. Они одевают удобную обувь, они одевают топик, чтобы и пусть этот животик, пусть эти бока не видны, но ей удобно, ей комфортно, тело дышит, ей не жарко. И в конце концов, она же пришла на эту дорожку для того, чтобы избавиться от вот этого всего. Так зачем же это все скрывать? Самое главное, вот к чему я пришла, это в первую очередь нужно думать не о том, что кто-то скажет, потому что на чужой роток не накинешь платок. Не о том, кто что-то подумает. Мы не властны над мыслями других людей, а важно то, как ты сам себя будешь чувствовать. Когда у тебя нету комплексов, ты свободен, ты независим. И тебе по барабану чьи-то мысли или чьи-то слова нужно думать о себе. Не нужно закрываться в какую-то скорлупу и бояться показать, в данном случае, очевидное. Поскольку, ну, не знаю, я вообще даже считаю, что как бы относительно этого, это вообще глупо. Вот кто, ну, одно дело, когда вы одеваете какие-то костюмы или какие-то вещи для того, чтобы пропотеть или там прохудеть, когда мы одеваем там специальные шорты или там специальные какие-то пояса для того, чтобы вызвать эффект сауны. Это одно, но когда ты на пешей прогулке, ты хочешь прогуляться, и ты, тем не менее, должен всё это скрывать, или ты в тренажёрный зал пришёл, ты же для этого и пришёл. И поэтому, ну, это комплексы, это наши комплексы. Сейчас у меня, раньше я тоже считала, боже, да как же так выйти, да, там жир, сало висит, надо это всё скрыть, да. Не надо это скрывать, от этого нужно избавляться. Понимаете, вот это самый простой и, на мой взгляд, самый правильный способ видения этой проблемы и не закомплексовываться. Ещё тоже хотела озвучить письмо, давно я его уже получила. Это тоже комплекс вот языкового барьера. Женщина из Белоруссии, да, по-моему, из Белоруссии, она, ей немного за 40, вышла замуж за американца, и какая вот у неё ситуация. Я сейчас расскажу немножко о женщине, ну, о моей подписчице, и расскажу затем свою историю, как я поборола этот комплекс, и чему я очень-очень счастлива, надеюсь, что вам мой совет, да не только вам, а вот тоже мне пишут женщины, что как вы там изучали язык, как вы там от акцента избавлялись и так далее, и так далее, и так далее, и что вы делаете там, если вас кто-то не понимает. Итак, женщине за 40 вышла замуж за американца, переехала в Америку, никогда ни на каком иностранном языке не говорила. Ну, и, естественно, чтобы адаптироваться в стране, она после переезда начала достаточно серьёзно изучать английский язык. Как бы в правописании, как бы в понимании были сдвиги, но произношение оставалось просто ужасным, и познакомившись, как бы американцы к этому относились очень нормально, очень спокойно, поскольку, ну, как я поняла, Америка – это такая страна, где люди очень толерантны, и там очень много иммигрантов, и как бы все нормально относятся к тому, что тот или иной человек говорит с акцентом. И, познакомившись со своими соотечественниками, она раз услышала, два услышала то, что, как бы, ой, да, как же ты так ужасно говоришь, говоришь, да, вот это и то не… Ну, короче, они её поправляли, они её подкалывали, и женщина, она вот как вот, она мне написала, что я настолько замкнулась в себе, что я сейчас полностью зависима от мужа или от членов семьи, они меня возят, что она боится, она боится пойти к доктору, что доктор ей тоже сделает замечание, или там не поймёт её, она боится сама пойти в аптеку, она боится сама куда-то пойти, ей нужен переводчик, а в качестве переводчика выступает муж, и вот у неё появился комплекс вот этот вот, из-за того, что она имеет акцент, из-за того, что она неправильно там говорит и так далее, и так далее. В общем, что я хочу сказать на моём опыте? Вам и всем моим подписчицам, всем моим зрителям, которых волнует этот вопрос. Первое. Никого не слушайте, не бойтесь говорить. Я по приезду во Францию тоже имела такой комплекс. Если я отводила сына, я возвращалась домой, и меня там, ну, автомобиль останавливался, говорили там, мадам, подскажите, куда-куда пройти, я могла подсказать, пусть примитивными фразами, поскольку, ну, там сколько, я два-три месяца только проживала во Франции, но я как-то вот так вот вся сжималась и говорила, ой-ой-ой, я не говорю по-английски, извините, и убегала. И потом по совету одной женщины, которая мне сказала, Лиля, ты так никогда не научишься раскрепощаться и не научишься бояться, вернее, не прекратишь бояться разговаривать на французском языке, отвечай на телефонные звонки, останавливаются, пусть неправильно, но ты практикуйся, это бесплатная практика. И я, вы знаете, я послушала эту женщину и не пожалела. Перестала чего-то стесняться, перестала чего-то бояться, конечно же, сказала своему супругу, потому что он практически год мы разговаривали на английском языке, я сказала, слушай, хватит, хватит. Ему-то, конечно, классно, он говорит, ой, мне практика, потом я с клиентами с Англии, с других стран могу разговаривать на английском очень хорошо, потому что у меня постоянная практика. Я говорю, тебе практика, а мне нужно учить язык. И тоже расскажу вот один такой случай, я очень упертая, у меня характер достаточно такой упрямый. И как бы я уже стала достаточно длительное время занималась с репетитором, мне в курсах бесплатных отказались, сказали, что или сами нанимайте, ну, в общем, без вас хватает желающих, я тоже об этом рассказывала. Мы наняли частного репетитора, и как бы я стала заниматься. И вот он меня постоянно, как он говорил, что да, вот это нормально, уже фразы начинаешь строить правильно, всё начинаешь, не бойся, практикуйся, слушай телевидение, слушай какие-то диски. Но, говорит, нужно работать над французской грассирующей буквой «Р». Ну, и поскольку, как я уже сказала, я достаточно упрямая, я стала над ней работать. И доработалась до того, что мне пришлось идти к лор-врачу. Дело в том, что, как он мне объяснил, у людей, которые начинают изучать иностранный язык, после 30-ти, после 40-ка лет намного ещё сложнее, и у них уже сформированы связки, у них как даже челюсти имеют тоже какое-то не строение, а положение уже к 30-ти, к 40-ка годам, которые направлены на тот язык, которым мы владеем, тот наш родной язык, на котором мы всю свою жизнь разговаривали. И если у кого-то, да, получается, но это очень редко, люди, которые, начав обучаться после 30-ти лет иностранному языку, говорят без акцента. Это практически, это мне и фониатор, артофонист, сказали, и лор. И какую проблему я себе наработала с вот этой вот грассирующей буквой «Р», у меня с правой стороны было несмыкание связки. И через нос вводили видеокамеру, смотрели, что как, потом длительное время мне нужно было делать специальные упражнения, потому что из-за несмыкания связок, вы знаете, я начинала говорить, вот говорю, говорю, а потом… Или вот такой голос был, или вообще шипящие звуки были. Ну, в общем, мне сказали, что шкурка в вычинке, не стоит, не умеешь говорить грассирующую «Р», говорит ту, которую ты можешь выговаривать, чтобы быть здоровой, и поэтому, как бы, честно скажу, испугавшись, я какую говорю, такую и говорю, и что касательно акцента, вы знаете, ну, скажу за французов, но мне кажется, и другие европейские народы, и другие американские народы, но жители коренные Америки и жители коренные Европы достаточно толерантно относятся к акценту, поскольку, ну, даже подумайте сами, мы ведь к нам тоже приезжают иностранцы, и тоже мы слышим акценты, достаточно приятно, вот достаточно интересно, когда иностранец говорит с акцентом, так и с французами, и скажу даже более того, что французы, они, ну, не то, что любят наш славянский акцент, он ему нравится, и они достаточно воспитаны, достаточно тактичны, чтобы указывать на какие-то ваши недостатки, это первое. Второе, тоже, это, наверное, ни для кого уже не секрет, любой француз вам скажет, что очень большой процент настоящих, урожденных французов, которые не только говорят с ошибками на французском, но и в грамматике, ну, как первоклассники. Вот у нас в доме заведено, что вся вот эта вот корреспонденция, все счета, все бумаги, этим занимаюсь я. Иногда вот приходят письма, при том из государственных организаций, когда я читаю, даже я иностранка, даже я не владеющая, я не говорю, что я там идеально, у меня и акцент есть, я могу и артикли забыть, я этого не боюсь, я этого не стесняюсь, у меня как бы насчет этого нету комплексов. Но даже я, человек, не идеально владеющий языком, вижу вот эти вот ошибки. Так что же тогда говорить о том, что к нам какие-то претензии? Вы знаете, я заметила, что больше тебя осуждают те, которые иммигранты, твои же соотечественники. Что вот я даже вот смотрю, кто-то выпустит, вот или Оля Брукман, или Люда Флорида Ялта, выпустят какое-то видео, там скажут пару фраз на английском языке и в комментариях вот такие тонны грязи. Ах, вы столько живете, ах, вы столько и не можете никак выучить. Но тем не менее, женщины живут хорошо, комплексов по этому поводу не имеют, работают, общаются, имеют круг общения, ходят везде сами, заполняют документы сами и как бы живут нормально. Что, собственно говоря, я тоже делаю. И еще даже, ну вот что мне хочется этим сказать, тем, что когда начинают там что-то вам говорить, что вот ты неправильно говоришь или там ты неправильно пишешь, не закрывайтесь на этом, не закомплексовывайтесь на этом, поскольку если вы будете обращать на это внимание, вы не будете дальше развиваться. Вот когда ты иностранец, я вот по себе знаю, сколько я буду здесь жить, столько я и буду учить этот язык, столько и будет у меня этот акцент, потому что говорить без акцента может, наверное, тот, вот сын мой, да, он говорит без акцента, поскольку он приехал ребенком, связки, как вот сквониатор мне объяснял, они не были сформированы под украинский или под русский язык, они мягкие, они подвижные, они эластичные, они сформировались на французский язык. И поэтому, когда некоторые, ну, нетактичные, мягко говоря, люди пишут, что отведи Лиля своего сына к логопеду, потому что он Р не выговаривает, он выговаривает Р, но она уже у него на французский манер идет, поскольку вот даже Милен, когда она говорит русские слова, у нее грассирующая Р. И вы знаете, я еще не встречала ни одного француза, который бы произносил какие-то русские или украинские слова с нашей буквой Р. Поэтому, как бы, если я очень, я призываю даже вас к тому, не обращайте внимания на комментарии или на какие-то уколы от соотечественников, от ваших, не закрывайтесь, а учите язык, говорите как можете. Самое главное, вас понимают, если вас не поймут, вы не бойтесь, повторите второй раз, повторите третий раз. Как бы это не страшно, не страшно это, акцент он есть, он был и будет нам, иностранцам от него, ну практически не избавиться. Ну, и еще тоже один комплекс, который я хотела бы обсудить, это, ну, небольшая такая смешная история, которая произошла со мной в Украине, когда я была там вот этой вот зимой. Одна знакомая меня пригласила в гости, я к ней пришла, в общем, мы сидели, общались, и вот вы знаете, у меня сейчас уже, раньше тоже я как-то на это обращала внимание, что если там моя подружка Таня поехала в отпуск в Турцию, то я тоже должна поехать в Турцию, если она там была в отеле 4 звезды, то я тоже должна быть в отеле не менее 4 звезд. Сейчас я как бы понимаю, что это, ну, как бы комплекс того, чтобы не показаться хуже. Вот даже тоже вот исходя из последних комментариев, мне написали, что вот, Лиля, ты не только, мол, покупаешь дешевые вещи своей дочке, а еще и показываешь, об этом не стесняясь, честно скажу, абсолютно не стесняясь, потому что тот, кто думает иначе, по-моему, просто, ну, ну, глупо думает, поскольку ребенку двух, трех, четырех лет ему все равно, стоит ли на его ярлычке одежды марка, там, Гуччи или там, Дольче Габбаны, или какая-то более дешевая марка. Ребенку все равно, сколько мама заплатила за эту вещь денег, потому что ему безразлично. Важно для ребенка это то, чтобы ему было комфортно в этой вещи, чтобы это был хлопок, чтобы ему было удобно, чтобы это было нарядно и красиво. Но вы спросите трехлетнего малыша, девочку, мальчика, без разницы, тебе важно, что у тебя написано на этикетке? Да, вы знаете, ребенок даже не поймет вашего вопроса. И поэтому вот это комплекс родителя, который, ну, не хочет показать, как бы, другим родителям или там своим знакомым, что вот он не может купить ребенку вещь от Дольче Габбана, а покупает эту вещь там в другом каком-то магазине, что там должна быть брендовая элитная вещь. Я знаю достаточно состоятельных людей, у которых тоже дети маленькие, но они им не покупают дорогие вещи, они им не покупают даже мобильные телефоны, они тратят деньги на развитие ребенка, на какие-то путешествия, на какое-то хорошее питание, на какую-то экскурсию, потому что одежда, ребенок из нее вырастает. И зацикливаться на этом, что вот на твоем ребенке вещь там стоит, которая стоит 5 евро, а не 50, но я считаю, что это очень тоже глупый комплекс. И, ну, вернусь к своей знакомой, у которой я была в гостях. Она мне, ну, когда, она же начала мне показывать свою косметику, говорит, Лиль, вот я купила в аптеке вот это, вот это, вот это, вот, ну, интересно, естественно, какие же цены во Франции на эти продукты, мое мнение, пользуюсь я этим или не пользуюсь. И дело в том, что она приобрела масло Нюкс, но имея очень жирную кожу и структура волос тоже, ну, склонна к пожирнению очень быстро. И, ну, как бы она в масле вообще, ну, не нуждаются максимум масла, ну, куда человек с жирной кожей может использовать, это после педикюра для пяток. И когда я ей говорю, зачем ты отвалила такую кучу денег, ну, в Украине оно же еще дороже даже, чем у нас стоит, и там, естественно, ну, скидки, наверное, это очень редко. Она говорит, что я вот заплатила практически треть зарплаты за вот это масло, и вот оно у меня стоит, вот посоветуй, куда мне, мол, типа, его использовать. Я говорю, зачем же ты его купила, я могла бы тебе привезти там миндальное масло, ну, масло, или да ты могла бы вообще купить бутылку оливкового масла, помимо того, что ты его в пищу бы принимала, так бы ты его использовала для ног после процедуры педикюр. Она мне говорит, да ну что ты, ведь подруга-то моя купила, а как же я не куплю? Ведь я же должна тоже иметь такое же. И вот вы знаете, вот этот вот комплекс тоже того, что вот у подруги есть, а у меня нету, даже если тебе эта вещь не нужна, мне этого никогда не понять. Мне не понять, вот даже если моя подруга, или там моя старшая дочка, или там еще кто-то купит какое-то средство, я не побегу за этим средством в магазин только из-за того, чтобы иметь то же самое. Для меня это непонятно. Я буду, я 10 раз прочитаю инструкцию, я сравню цены, я сравню отзывы людей относительно какого-то продукта, но я не буду вот так вот, знаете, закомплексована, шоры на глаза, ой, у Маши, у Наташи есть, а у меня нету, все, и мне это тоже нужно. Это тоже достаточно глупый комплекс. И комплексы – это такие вещи, которые они нас разрушают, они нас настолько сковывают, настолько запирают в какие-то рамки, что иногда люди даже в депрессию впадают, что они там считают у кого-то веснушки, веснушки, ой, все, эта проблема, я самая ужасная, самая некрасивая, ой, или я там набрала лишний вес. Да не нужно закомплексовываться, я считаю, если тебя не устраивают твои веснушки, сходи к косметологу. Если от них нельзя избавиться, сделай это твоим достоинством, не комплексуй над этим. Если там тебе не нравится, что ты набрала какие-то лишние килограммы, займись спортом, сядь на какую-то диету, займись правильным питанием. Это не проблема, чтобы комплексовать. Также относительно, как я уже сказала, проблем языкового барьера, если вы переехали в другую страну. Конечно, хорошо, когда вы говорите без акцента, хорошо, когда вы строите фразы, но тем не менее, даже с акцентом, даже с какими-то проблемами языковыми, если у вас есть желание найти работу, вы ее найдете. Если у вас есть желание общаться с соседями, с друзьями, а не только с русскоязычными, то вы сможете это делать, не закомплексовываясь. Многие практически после переезда получают права, идут учиться, идут работать, разговаривают, общаются. И как бы если вы в скорлупу засунетесь, вот так вот зажметесь, то, конечно же, от комплексов вы никогда не избавитесь. Не умеете готовить, научитесь, посмотрите. Сейчас столько видео, столько разной информации, столько книжек недорогих можно купить с рецептами. Поэтому я вообще считаю, что комплексы – это то, что это атовизм, от которого нужно избавляться, и как можно быстрее. Но жду ваших мнений. Может быть, у вас какие-то есть свои советы избавления от комплексов или свое видение, как смотреть на комплексы, или как с этим бороться. Я буду очень благодарна, если вы оставите свои комментарии по этому поводу. Я думаю, что это будет интересно, ну, не только мне, а многим из вас. Всем большое спасибо. Желаю, чтобы у вас никогда не было никаких комплексов. Желаю хорошего дня, классного настроения. Ну, да, и вообще, чтобы у вас у всех все всегда было хорошо. Ну и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.